Поварился и достал боты. Холодно. И кто сказал, что нельзя пластмассу на горячую печку? Идите в баню. Ну что, пацаны, просили, сними дядя Вова, как охотитесь на оленя. Ну вот так вот охотимся. Самый дурной оленя этого сезона. Ух ты, какой красивый, с ручками. Что, стрелять, Оля? Потормозни. Оля, 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 оля. Дядя Вова взял орешка. Дурной какой-то стоял, на него смотрел. Ну вот тебе и на. Красавец. А два убежали. Еще два было. Ну вот. Халло. Халло. Охотница-добытчица, которая добыла оленя. Три штуки, оказывается, было. Один туда влево рванул, один вправо. Ну этот просто, он просто это. Богом у него на судьбе было написано. Ага. Ну нехорошо, конечно, что здесь видите, вон пастбище, там коровы, то-се. И дяденька управлялся как раз. Он стоял, стоял, это. Ой. Смотрел, а потом подъехал. Мы поговорили, все хорошо. Так, ну что, я пойду. Познакомились. Да, конечно, тетя Оля. Ну, вот так вот. Есть теперь венисон, в унисон. И ребрышки. Жалко, что не самка. А, тетя Оля любит этих девочек. Говорит, рога кушать не будешь. Ну, ты знаешь, тут уже, блин, было или шашечки, или ехать. Да. Стоит, смотрит. Ой, ой. Да. Ну вот на таких только и охотимся. На дурных, которые... Дурных, да. Это, ну как это, отбор, отбор, селекция. Да, это, я не знаю, это, ну да. Ага. Сколько шансов. Так, ну все, там развернемся и пойдем назад. Совсем немного. Видите, мы очень много ездим, мы изучаем термистайты. Ну, это, для охотника это ужасно. Знаете, когда это, переезжаешь и потом ознакомливаться с новым регионом. И налаживать связи, и знакомиться с людьми и прочее. Это ужас, это ужас. Врагу бы не пожелал. Ну, и первые охоты всегда такие безобразные будут. Ну, нам повезло сегодня. А так мы очень много ездим. Уже второй бак бензина палим. В принципе. Ага. И видите, очень много это, ну, сунешься, вроде это, нормальные такие места. А видите, это, народ ставит это, знаки. No hunting, no trespassing. Не охотиться и это, ну, как, не нарушать, да, это нельзя заходить или что-то на эти земли. То есть, даже если можно было бы дурака включить, допустим, вот там олени где-то в кустах, да, а это, а вот здесь можно охотиться. Один пошел бы там с камерой, допустим, а я не охотчий, я просто снимаю, и то есть они это предусмотрели. Ну, просто не хотят, чтобы люди не шарохались на их землях. И это, когда видишь заборы такие, то сразу понятно, это не из вредности, а потому что скотина. Постоянно, постоянно жалуются люди, я вот это в фейсбуке, во многих этих группах состою, соскачеван фармерс, там и лайфсток, и animals. И это жалуются, жалуются просто дураки эти, блин, городские охотники, нафиг, то в тракторе колесо пробили, то корову застрелили, то лошадь застрелили, то бин, вот эти эти, ну, это сила, сила, сало, где это зерно хранится, вот такие бочки простреливают. Ну, все на свете, ну, иногда это на зло, на зло делают. Ну, придурки везде же есть, ага, пацанва, то есть, животных, ну, точно, в голову там, ага, и это, ну, как-то, даже частично вражда идет такая между фермерами и охотниками, особенно из-за крупных городов. Ну, и поэтому вот так едешь, ну, вроде хорошее место, о, может это бах, а потом бах, опа, табличка. А бывает, знаете, это еще, это, вроде тоже отличные такие кусты, то есть, все, там, поле, трава, люцерна, то, что любят олени. И потом бах, смотришь, это елочки стоят такие, пятачок, а это, значит, это усадьба. Обычно усадьбы это люди обсаживают, видите, вон там вот поедешь, если зеленые деревья, это, ну, как фазенды, фазенды, видите, вот это люди, где живут они, это. Здесь еще не так ярко выражено, на юге еще больше. Тетяля, поехали. Ага. И там это, ну, если такие зеленые насаждения, значит, там это дом, фазенды, подъезжаешь и точно. А по закону 500 метров вокруг нельзя стрелять, охотиться. Ну, и поэтому вот такие вот шакальи охоты такие, что ли, не балуйся. И у нас это, дождь прошел, дождь. Icy rain. Ну, который сразу замерзал. Это была катастрофа, конечно, и до сих пор ужасно скользко, ужасно просто. Иногда, когда трогаешься или разворачиваешься, все это, токсуют автомобили. Ну, мы все равно, и сегодня это, снег шел ночью и утром, и туман такой был. Но мы рискнули, поехали, вот видите, там вознаграждены. Сейчас еще немножко покатаемся и хотим еще разведать пару мест. Нашли одно место, где это там штуки две или три клетки. Эти леса отданы государству, Wildfly Federation, Соскачеван. И это, ну, хотим там походить. Там охота разрешается, пешком, конечно, только. Ну, вот так вот, вот так вот постепенно, постепенно, ребята, знакомимся с людьми, с местностью и охотимся немножко. Ну, вот и прибыли домой. Караульный шлагбаум открывает. Что-то еле шевелится, блин. Второй год службы, наверное, уже, блин. Зажались, нафиг, солдаты. Ай-яй-яй. У нас тут все по-другому, пацаны. У нас тут зима, блин. У нас тут сурово, блин. Потому что далеко на севере. И я, как-то, шел, смотреть, чтобы поствориться, да. Я хозяйство, блин, так это, с утра накормил, конечно, но теперь они холодные. И холодные. Цыплят маленьких вообще не проведывал. Хочу этого оленя поближе, так это, подвести, чтобы далеко натащить пеп. Ну, и хочу его там разделывать. Зачем? А, чтобы куры все это подкушали. Так, тетя Галёша ждет ключ. Ну, и на прощание. Хороший казахский анекдот. Кинотеатр. Киношка. Дневной сеанс за пять копеек. Открывается дверь. Ахметка! Домой иди! Мамка ключ зовет! Вода сварила! Голова стирать будет! Давай быстрее! Дорогие телезрители! Находимся в Дальний Глубокий Север. Сегодня, значит, проводим профессиональный обзор испытания различных ножей. Один ножей от Володи Траутвайна из Германии. Самодельный. Заточенный так, что это самое. Аж и не на кустиках режет. Второй от другого хорошего человека из Германии. Золенин немецкая сталь. Третий простой канадский складишок из супермаркета. Канадская шина. А вообще, пацаны, ну неужели думаете, правда сейчас? А еще обзор трусов будет. Али-баба, али-экспресс. Еще я не знаю, что. И метание ножичков, блин. С седыми дядьками в деревяшку, блин. С умным видом, блин. Ну что, на самом деле? Да просто схватили кучу ножей и будем разделать орешка, блин. Прямо уж, блин, сейчас, ага. Обзоры, позоры, блин. Так, козлы, не сладкие. Вы нам не мешаете, да? У нас миссия. Кич, кич. Вообще, пацаны, я не знаю, на юге так хорошо было тепло, да? Ага. Блин, ходили, гуляли, там чуть-чуть только засох. Сапоги дома забыли в ботинках. А так было все ништяк. Ну смотри, тут как холодно, а? Ну что ж поделаешь, вот значит. Ну что ты, ну что ты, ворка? Ну привет, вот туда передай вот им, скажи. Лорик, стей. От главного дизлайкщика, всем остальным дизлайкщикам. Так, все. Значит, этот самый... Лорик, стей. Гет, гет, гет. Иди. О, пошла лорик. Да, ехал хорошо, товарищ. Лорик, будешь выпендриваться, будет с тобой, как вот с этим товарищем. Лорик. Точно так вот. Ой, какой курюк. О, крох, набежал. Так, сейчас мы его затащим туда и просто на полу раз, 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 раз сделаем. Без всяких кривляний, выдребаний. Есть, конечно, и турники, где подвешивать. Иди, вдруг он дизлайкщик тебя потерял. Ну, это... А мы просто так, по-чухански, да? На полу так, как метеоры, потому что коледно и домой надо идти. Вот товарищ инспектор пришел. Ну что, НАТО, одобряйте? Главного сирийского террориста замочили сегодня. Это, пацаны, это была не охота, это просто это. Сегодня мы делали чисто по-канадски. Ну, в морозилку нужно положить мясо на зиму, поэтому долго это не мудрство, а лукаво. Ездишь, находишь, чпок. Ну, повезло, что хозяин, владелец оказался нормальным мужиком. Он был где-то 200-300 метров, и, ну, впервые я так борзанул, так решил это. Стрельну и посмотрим, что он скажет. Ну, без разрешения, без всякого того-сего. Ну, вообще, у него там была эта табличка, что там охотиться нельзя там на полях на его, потому что у него коровки кругом, рядом были коровки. Ну, просто так получилось. Один в стране забор, с другой стороны забора, тут дорога. А это, на дорогах у нас тоже нельзя, конечно, стрелять. А этот стоял в кувете. Ну, и сами видели, как он стрелял, и как он просился. Дядя Вова, дядя Вова, все, надоело мне. Говорит, в Канадостане хочу в совок. И я думаю, ну, ладно, разрежем на кусочки, замаринуем и отправим в мавзолей и положим. Да шучу я, ну шо вы, елки-палки. Ну, все, давайте будем разделывать, короче, Олежка. Ну, до свидания. Продолжение следует...